Что такое центр боли? Татарский концерт, посвященный 75-летию татарского поэта Гульфата Маликова. Продажа газа за рубли недружественным странам. Ответ России на введение санкции. Всем привет! В эфире Универ Ньюз, а в студии Ильяна Расланова. Официальный визит делегации Казанского федерального университета в Республику Казахстан завершился встреча главы вуза Дмитрия Таюрского с первым заместителем премьер-министра страны Романом Скляром. По словам Романа Скляра, качество образования в Казанском университете ни у кого не вызывает сомнения. Кроме того, в ходе делегации, исполняющего обязанность директора Казанского федерального университета Дмитрий Таюрский, встретился с руководством Миразийского национального университета имени Гумилева в лице исполняющего обязанность директора Еркина Ангарбаева. По мнению главы КФУ, необходимо обеспечить коммуникации между специалистами, чтобы они смогли начать работу по новым, перспективным направлениям. По итогам встречи страны, каждые обсудили направление сотрудничества в области совместных программ двойного диплома, IT-проектов, цитровой дипломатии и других. В университетской клинике Казанского федерального университета начал работать Центр диагностики и лечения боли. Здесь снимают болевые синдромы разного происхождения. О каких видах боли идет речь и как врачи уни-клиники будут лечить боль, узнавал наш корреспондент. В современной медицине самая частая причина вращения пациентов в систему первичной медицинской помощи является боль. Боль является одной из самых значимых медицинских проблем общества. И, к сожалению, далека еще от своего разрешения. В университетской клинике Казанского федерального университета начал работать Центр диагностики и лечения боли. Здесь снимают болевые синдромы разного происхождения – послеоперационные и посттравматические. Болью занимаются ортопеды, болью занимаются нейрохирурги, болью занимаются ревматологи. Но, пожалуй, всеобъемлющую картину боли и изменения организма при острой хронической боли, наверное, владеют только неврологи. Поскольку неврологи имеют представление о состоянии и функции нервной системы, а нервная система у пациента с болью начинает изменяться. Сначала изменения функциональные, потом уже изменения органические, которые приводят к гибели нервных клеток, иногда невосполнимой. Современная европейская статистика показывает, что каждый пятый взрослый человек страдает от хронической боли. Это боль, которая длится свыше шести месяцев. Если перевести на российскую популяцию, то в городе Миллионники 150 тысяч взрослых пациентов страдают от хронической боли. И согласно этой же статистике, каждый четвертый пациент уверен в том, что врач не знает, как его лечить. И дело не в том, что врач плохой, а в том, что тема боли достаточно серьезная проблема. Поэтому создание специализированных центров крайне необходимо. Так как же работает центр? Сотрудники клиники составляют перечень обследований для уточнения причины боли, подбирают лечение, методы физиотерапии или препараты. При необходимости они проконсультируют пациента по лечению боли и ее причинам, а также дадут рекомендации в случае необходимости оперативного вмешательства. Главное – вовремя обратиться к врачам и найти очаги боли. В лечении боли используются препараты различных классов. И пациентов не должно удивлять, что врач-невролог или специалист по боли рекомендует принимать препарат, который используется для лечения эпилепсии. Или препарат, который используется для лечения тревоги и депрессии. Поскольку клиническая картина боли, она очень многообразна, очень многогранна. С появлением в униклинике Центра диагностики и лечения боли появилась возможность пройти диагностику и лечение всего организма. Елизавета Никитина, Универньюз. Студенты и преподаватели Казанского федерального университета организовали концерт, посвященный памяти татарского поэта Дульфата Маликова. Подробности далее в сюжете. В Институте филологии и межкультурной коммуникации прошел концерт «Перо мое волшебное». Он был посвящен 75-летию татарского поэта Дульфата Маликова, известного под псевдонимом «Зульфат». Студенты представили серию выступлений, связанных с творчеством поэта. Все желающие могли послушать известные песни татарских композиторов и насладиться поэтической речью. Такие мероприятия в нашем институте, в нашей высшей школе проводятся периодически. И мы уже с первого курса регулярно являемся ведущими таких мероприятий. Наши преподаватели составляют сценарий, мы репетируем, добавляем что-то, ищем студентов, которые красиво читают стихотворения, поют. И вот так вот студенческим составом, так скажем, организовываем одну часть этого прекраснейшего мероприятия. Стихи Дульфат Маликов начал писать еще в студенческие годы. Перу поэта принадлежат лирические стихи, поэмы и баллады, которыми он зарекомендовал себя пламенным трибунам, болеющим за судьбу своего народа, горячим публицистам и поэтам-романтикам. Он был каким-то современным. Его оригинальные выражения, поэтический мир, разные темы, разные жанры, и, между прочим, его творчество высоко ценились в первых же лет. И вот как-то он уже быстро стал своим вот это, известным поэтом. Его стихи, его поэзия – это продолжение традиций татарской поэзии, серьезных традиций, уже которые взяли начало от Дардменда, от Габулатукая. Институт филологии и межкультурной коммуникации не в первый раз устраивает концерты в память известных татарских деятелей культуры. Студенты и преподаватели подчеркивают – сохранение национально-культурной идентичности республики остается для них в особом приоритете. Веста Хоббер, Александр Кузнецов, Универньюз. Оплата за газ в рублях. Как работает схема оплаты и в чем ее суть – узнаете далее в сюжете. С 1 апреля текущего года Россия потребовала оплаты своего газа в рублях от всех недружственных стран. Это стало ответной мерой на введенные Западом санкции против Москвы после начала спецоперации на Украине. Благодаря новой схеме на биржу выходит новый большой покупатель рублей, что должно подставить плечо российской валюте. Торговля за рубли будет означать, что все финансовые потоки будут существовать исключительно внутри России, внутри российской юрисдикции. И никто не сможет извне наложить лапу на эти финансовые потоки. Конечным результатом должна стать возможность использовать рубль непосредственно как международное платежное средство, то есть расплачиваться с иностранными поставщиками рублями, а не валютой. Теперь недружственные покупатели газа действуют в рамках такой схемы. Сначала отправляют доллар и евро на их новые расчетные счета, открытые в Газпромбанке. После этого сам банк переведет их валюту в рубли на Мосбирже. Затем отправят получившуюся сумму на тот же счет компании. Компания расплатится за газ этими рублями. Если организации откажутся платить по новой схеме, Российская Федерация будет считать, что они не выполнили свои обязательства. В результате газовые контракты могут быть остановлены. Альтернативные варианты будут, безусловно, дороже, потому что трубопроводный газ – это самый дешевый вариант, а сжиженный газ – это дороже. Пока, я думаю, на ближайшую перспективу они будут стараться перекупать избыток газа у тех стран, которые согласились платить в рублях. На сегодняшний день Газпром объявил о полном прекращении поставок газа в Финляндию, Эстонию, Польшу и Болгарию в связи с отказом этих стран от перехода к оплате за рубли. Согласно данным Блюмберг, 10 стран-покупателей российского газа из Европы открыли счета в Газпромбанке. Четыре из них уже провели оплату – Сербия, Молдавия, Республика Белоруссия и Венгрия. Какие будут остальные страны, пока неизвестно. Алина Красильникова, Универньюз. В Татарском Академическом Государственном Театре оперы и балета имени Муса Аджалиля состоялось вручение Государственной премии Республики Татарстан имени Габдуллы Тукая. В этом году одним из лауреатов премии стал писатель, главный редактор журнала «Бизнен Мирас», выпускник Казанского университета Лябиб Лерон, Лимон Леронович Леронов. Торжественное мероприятие прошло при участии президента Татарстана Рустама Миниханова. В день родного языка и 136-летие со дня рождения Солнца татарской поэзии Габдуллы Тукая. Университетская клиника Казанского федерального университета стала победителем конкурса «Лучшая медицинская организация – акушерско-гинекологического профиля ПФО по версии Междисциплинарной ассоциации специалистов репродуктивной медицины «Марс». Он проходил в рамках 8-го общероссийского конгресса «Репродуктивный потенциал России. Казанские чтения». Униклиника КФУ заняла первое место в номинации «Лучший гинекологический стационар третьего уровня» и отмечена дипломом за высокое качество оказания медицинской помощи населению. На этом все. В студии была Ильяна Расланова. Сюжет из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч!